Программа выходит в эфир при поддержке Ветского государственного университета. Книги рождают мечту, вызывают ее к жизни, заставляют размышлять, воспитывают самостоятельность суждений. Помогите своему ребенку полюбить мир книги вместе с магазинами «Бумага». Здесь вы найдете научную и художественную литературу для семейного чтения, развивающие игры, учебные пособия и рабочие тетради. Огромный выбор книг для исследователей всех возрастов. Читайте и изучайте вместе с сетью магазинов «Бумага». Огромный выбор книг на Октябрьском 88 и МОПРО 7. Более 100 вкусов мороженого на фабрике «Артика». Единственный в России музей истории мороженого. Посетите увлекательные экскурсии и сами приготовьте мороженое. Вкуснейшие дни рождения, свадебные мастер-классы и фотосессии в кафе «Артика». Заходите каждый день на «Спаскуй-15». Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе. Начало 11-го в нашем городе. Сегодня воскресенье, 2 июля. И да, действительно, это детская познавательная программа «Открывашка». Доброе утро, меня зовут Владимир Сметанин. Я приветствую наших взрослых и не слишком взрослых, юных слушателей. Всем желаю хорошего настроения и расположения духа, несмотря на такую прохладную и сырую погоду. Ведут программу сегодня. Ведем мы ее вместе. Представляю моих соведущих. Соня Занько. Соня, привет. Привет. Машет сразу Соня в камеру. У нас есть видеотрансляция. Напоминаю, на нашем сайте хакирова.ру заходите, найдете без труда. С нами сегодня Саша Копылевич. Саша, доброе утро. Доброе утро. Действительно добрые? Доброе утро. Очень добрые. Мне скоро гипс снимают. Еще один ведущий программы Миша Голиков. Миш, привет. Привет. Тебя тоже хорошее настроение. Так, про гипс помню, я помню, да. В прошлое воскресенье ты тут блистал своим гипсом на руке, на левой. Когда снимают гипс? Четвертого. Это через два дня. Хорошо. А завтра я иду в Лазертаг, меня друг позвал. Поздравляю, поздравляю. Весело буду держать этой рукой оружие. Орудие, оружие, орудие. Будет очень сложно. Да, слушайте, ну, наверное, если бы не открывашка, вы-то, наверное, спали еще? Нет. Нет? Нет. Нет? Потому что погода эта у меня. Я всегда в 5 утра встаю. Я встаю в 6 утра. Если не... Давайте не будем спорить, кто раньше встает. Как-то я всту больше, Миша. Я не сплю. Ты не спишь? Я сплю долго. А, ну ты бы спала, наверное, еще, да? Я иногда не сплю. Если бы не сюда. Хорошо. Я хочу спать. Ну, давайте поприветствуем еще раз всех наших слушателей. Я ненавижу спать. Привет-привет. Просыпайтесь, присоединяйтесь к нам. Напоминаю сразу же номер нашего телефона. 211-101. Победители получают призы. Да. У нас будет традиционная викторина. Когда мы будем задавать вопросы, вы будете нам звонить. И в случае правильного ответа получите один из многочисленных призов. Ну, в первую очередь, у нас книжки, да? Можно слушателей разбудить только призы. А давай сразу озвучим список призов, которые у нас сегодня есть, а затем уже обозначим тему и поприветствуем наших гостей. У нас есть книга «Ежонок Эмили» или «Корона» для умницы, для читателей любого возраста. У нас также есть книги, например, «Пираты кошачьего моря» для ребят от 6 лет, «Энциклопедия принцессы» для ребят от 6 лет, «Энциклопедия авиации» для ребят от 6 лет, «Энциклопедия что, как, почему» для ребят от 6 лет, «Энциклопедия техника и транспорт», для читателей от 6 лет. Приглашение на двоих в какой-то кафе «Зуки», приглашение на экскурсию с мастер-классом «Музей истории мороженого Арктика» на две персоны, приглашение на двоих в первый потутный парк «Марио», приглашение на семейное посещение собачьей деревни Махнати, приглашение в театральный микс 2017, 14 июля, 17 часов. И также у нас есть набор «Эврика. Сила упругости» большой. Вот, сейчас Соня как раз-таки держит в руке. Бери, да, замечательный такой наборчик детский. Кстати, ты там про батут сказала? Вы на батуте когда-нибудь прыгали? Да, я в марио ходила, это очень классно. Нравится? Сколько ты раз туда ходила? Я ходила раз пять. Я в парках прыгаю на батут. Слушайте, а вы когда-нибудь задумывались, а вот почему именно батут, почему он пружинит, почему можно прыгать? Потому что туда накачивают воздух постоянно. В батут, воздух? Вот сетка. Он входит, выходит, входит, выходит. Но ведь есть батуты и без воздуха. Есть сетка. Там упругая сетка. Упругая сетка, ключевое слово, да, прозвучало? Там он из какого-то материала. Который может отталкивать. Резин. Да, и вот мы уже вплотную подобрались к теме сегодняшней программы «Открывашка». Давайте поприветствуем наших гостей. Это хорошо знакомые нам уже люди. Не первый раз в нашей студии. Это физики, да, физики из Аятского государственного университета. Марина Толмачева. Марина, доброе утро. И Александра Ирнеденко. Доброе утро. Доброе утро. Мы сегодня как раз договорились поговорить о таком явлении, как сила упругости, потому что в жизни ребят и в жизни взрослых это очень много чего значит. И много развлечений в том числе интересных. Да, много развлечений связано именно с силой упругости. Я думаю, что будет интересно поговорить о том, что же это такое. Вот назовите, пожалуйста, примеры, где вот как раз упругость присутствует. Батут. Где еще? Рогатка. Рогатка. Сегодня мы, кстати, будем ее, да, мастерить, или она уже у нас сделана. Шины. Шины. Для машин. Стол наш, вот. Он тоже пружинит? Ну, немного, да. А к человеку, как думаете, применимая? О, пружина, она упругая. Пружина, да. А к человеку вот такая характеристика, как упругость у человека присутствует? Мышцы. Мышцы. То есть присутствует? Да. Все верно? Да. Марин, выключайтесь. Присутствует, присутствует, да, везде присутствует. То есть везде, собственно, буквально, да. Конечно, потому что сидим мы благодаря силе упругости, не проваливаемся никуда. То есть на нас со стороны стула тоже действует сила упругости. И выдерживаем мы атмосферное давление тоже благодаря силе упругости. Да, да, да. Ну, естественно, что у нас два тела взаимодействуют друг с другом, поэтому и мы на стул действуем, и стул на нас действует тоже. То есть мы деформируем стул. Ещё одно такое здесь важное слово – это деформация. То есть деформация – это изменение формы или объёма тела. Ну, по большей части, конечно, применимо это к твёрдым телам, хотя деформировать можно любое тело. А уж сила упругости заметная возникает только в твёрдых телах. Так, скажите мне конкретно, что же такое сила упругости? А, я могу сказать. Подожди, подожди, наши гости Марина всё-таки ответят. Сила упругости – это, так скажем, ответная реакция у всех предметов на внешнее воздействие. То есть если мы подействуем на какого-то тела с усилием, то возникает ответная реакция. Да, а почему? Потому что вот у нас тут есть модель твёрдого тела. Так, ещё раз напоминаю, видеотрансляция на сайте. Да, небоскрёв. То есть, да, фактически вот у нас есть слои твёрдого тела. Слои твёрдого тела. Отпустите, он сам будет стоять? Конечно. Да, давайте мы опишем, что сейчас перед нами на столе находится. Пружинки символизируют связи между молекулами. То есть вот тут вот есть такие места соприкосновения, да, вернее, там, где вот они состыковываются. То есть вот это, образно говоря, молекулы. На столе лежит такая... Кристаллическая решётка. Гармошка, да. Гармошка. Вот, и пружинки символизируют связи между молекулами. О, примеры ещё. Значит, силы взаимодействия у нас возникают на расстоянии, сравнимые с самими размерами молекул. То есть если мы пытаемся увеличить расстояние между ними, у нас возникают силы притяжения между ними. То есть приближаются. Да, да, да. И у нас молекулы будут обратно пытаться притянуться друг к другу. Если мы пытаемся сжать, то есть уменьшить это расстояние, то возникают ответные силы, которые выпрямляют. То есть это реакция на внешнее воздействие. А вот когда у человека растяжение, например, связок, мышцы, это тоже связано с силой упругости? Это связано с силой упругости. То есть любое тело, это уже немножко к следующему пункту, оно обладает как упругими, так и пластичными свойствами. В зависимости от прикладываемой нагрузки, то есть если мы приложим слишком большую нагрузку, то у нас тело уже обратно не вернётся в первоначальную форму. То есть упругие свойства – это когда тело возвращается именно в первоначальную форму, в которой было. Если приложим слишком большую нагрузку, то у нас уже возникают пластические деформации, и тело обратно не возвращается. Это как гвоздь, тайтол втыкает. В общем, есть какое-то идеальное состояние, состояние гармонии, да? Да, да, да. Если пытаться вывести из этого состояния, то будет стремиться всё-таки, да, и так далее. Значит, вообще различают четыре вида деформаций, то есть четыре вида изменений формы и объёма тела. Сейчас, коль уж руки я взяла, эту самую решётку, то я их покажу. А как она на самом деле называется, эта решётка? Просто решётка? Ну, кристаллическая решётка, модель кристаллической решётки. Вот, значит, ну, самая простая деформация – это деформация растяжения-жатия, да? Растяжение-жатия, деформация сдвига, когда слои параллельно друг с другом сдвигаются. А вы её пустите, пусти она сама? Конечно, она сама возвращается. Ну, она, видимо, уже немножко потрёпанное время. Конечно, да. Конечно. А её можно прям сплющить до состояния? Ну, стулья ваши сейчас испытывают вот такую деформацию. То есть, вот, образно говоря, сюда мы сели, вот, и такая деформация. Это называется изгиб. То есть верхние части испытывают сжатие, а нижние испытывают растяжение. А можно до конца как-то сжать? До конца? Ну, если приложить большую усилию, то вполне можно, конечно. Можно очень близко приблизить их. Под пресс, например. Так, Соня, только осторожнее. Нам хватит одного Саши, одного с повреждённой рукой. Получается? Саша, осторожней. Ну, да. Мне кажется, очень характерный звук. Миша. Итак, растяжение-жатие, сдвиг, изгиб. Кручение. Ещё одно кручение там. То есть, это когда мы закручиваем. Здесь у нас и сжатие, и растяжение, и изгиб. О, давайте закрутим их. А теперь можно? Вот так вот. Это неоднородный сдвиг. Ух ты. Ну, смотри, какой. Красиво. Какой узор получается. На молекулу похож. Молекула с ДНК. Строение ДНК. Ну, да, чем-то похожее. А можно ещё раз? Ещё раз кручение, да, мы сказали? Кручение, да. Да, кручение. Можно ещё задать? Ну что, повторим? Подождите, повторим виды деформаций. Растяжение. Кручение. Растяжение, противоположное ему растяжению. Сжатие. Сжатие. Сжатие, если в сторону. И кручение. В сторону сдвиг, изгиб и последнее. Кручение. Кручение. Отлично, всё закреплено. Кручение самое запоминающее. Можно вас спросить? Да. Если мы бросим мячик, то он отскачет от поверхности твёрдой. А если бросить камень, то он такого же размера, он не отскакивает. Почему так происходит? Ну, во-первых, все тела обладают разными пругими свойствами, да, и у них разная плотность упаковки молекул между собой находится. То есть силы взаимодействия в камне-то они больше. На самом деле там тоже возникают силы упругости. И смотря с какой силой мы, звездонём, этот камень на поверхности, смотря какая поверхность будет. И камни могут отпрыгнуть. Да, камни могут отпрыгнуть. Но у нас вот здесь, правда, не камень, но у нас есть пластилин, показывающий пластическую деформацию. Так, Александр нам сейчас покажет. У нас такой брусочек. К камере ближе. Брусочек появился на столе. Ну, просто здесь мягкая поверхность. Это прыгучая пластичная или нет? Подожди. Это не прыгучая, это просто, чтобы показать пластическую деформацию. О! Всё. Типа камня. Ну, видели небольшое движение? Он всё-таки пытался оторваться-то обратно. Да, деформация возникла, то есть мы можем увидеть вмятину. Он трясётся. Например, как от камня иногда кусочек такой отскакивает при сильном ударе. Так, и вот, пожалуйста, деформация упругая. Вот так вот. Это же ещё поймать. Это у нас шарик для пинг-понга сейчас отскакивает, да, от этого деревянного брусочка. Вот. Ну, развлечения очень же много силы упругости. Естественно, что самый яркий пример – это вот воздушные шарики. Вот эти вот всякие воздушные шарики. Воздушный шарик у нас тоже здесь присутствует, да? Да, воздушный шарик. Давай покажем интересный занимательный опыт. Ну, правда, не столько силы упругости, но вообще к шарикам применимо в любом случае. Вот. Это универсальная штука, с ними можно делать всё что угодно. Да, да, да. И опыты проводить, и украшать. И вот мы надуваем шарик. Так, надуваем шарик. Александр надувает шарик. С двух сторон к нему сейчас пластиковые стаканчики. Так, и теперь… О, Господи, так и не надо. Нет, нет. Так, 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 шарик у нас дувается. Значит, если на надутый шарик… Поменьше даже сделай. Если на надутый шарик мы приложим в стаканчики, то они не прилипнут. Значит, если мы будем… Смотрите, с двух сторон два пластиковых стакана к надуваемому шарику… Что-то не получается. Что мы хотим продемонстрировать? Давай снизу. Как шарики… Мы хотим, кроме сил упругости, продемонстрировать силу атмосферного давления. Силу атмосферного давления. Атмосферное давление. Знаете, что такое, Миша, Саша? Да. Да? О! Получилось. Получилось. Человечек. Без головы. Так, у нас получился шарик, к которому прилипли… Шарик с рогами. Это голова от линия. Два пластиковых стаканчика. Ну, если нарисовать глазики. На какого-то викинга походит еще. Мне кажется, что все-таки это корова. У каждого свои ассоциации. Лось. Да, да, да. Лось. Какой лось? Лось разветвление. Слушайте, мы уже, я смотрю, 10-20. Я думаю, пора задавать первый вопрос нашим слушателям. 211-101. Давай по порядку. Миша первый поднял. Миша, задавай вопрос. Что служит рессорами для машин? Что служит рессорами для машин? Да. Так, это еще, конечно… Это легкий вопрос. Да, легкий вопрос, на который я не знаю ответа. Да. Вот именно, что служит рессорами. Да. У нас физика будет только… Загадку можно вообще было про рессоры задать. В седьмой перешел. Да. В общем, не стесняйтесь, ребят. 211-101, мы сейчас разберемся, что служит рессорами. Для машин. Вместе будем подсказывать. Будем подсказывать, да? Да. Если будут затрудняться. Это для тех, у кого есть машины? Нет. Ну, для тех, у кого нету тоже. Ух ты. О, есть звонок. Наверное, от знакомого. Миша принимает. Миша принимает. Давай, ты задавал. Приветствую. Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Саша. Сколько тебе лет? Мне 12. Где ты учишься? Подожди, пожалуйста. Если есть возможность выключить радиоприемник, ты, пожалуйста, выключи его или убавь. Хорошо, громкость? Хорошо. Да, все, отлично. Продолжаем. И ответ на вопрос? Пружины. Правильно. Ого. Что служит рессорами для машин? Пружины. Ну, на самом деле, есть там и пружины, и рессоры. Ну, ладно. А ты хочешь какой приз? Приглашение или книжку? Приглашение. А куда? В Марио. В парк Марио. В парк Марио, все. Отлично. И ты его получишь. Соня, пожалуйста, пометь, что этот приз у нас сразу год. Здорово. Не клади, пожалуйста, трубку. Хорошего тебе утра и хорошего дня желаем. Сейчас наш редактор тебе пояснит, как забрать этот приз. Предлагаю сразу следующий вопрос задать. Саша. В каком году родился Роберт Гук? И какой день? Ну, тут, наверное, я вас, Марина, попрошу пояснить, кто такой Роберт Гук. А потом ты продолжишь. Он сам хочет пояснить. Или сам. Ну, давай. Так-то он вообще не Гук, у него фамилия Хук. Хук. Да. Роберт Гук. Роберт Гук – это создатель закона упругости тел. Создатель закона упругости? Наверное, иначе, наверное. Человек, который открыл, собственно, что есть, наверное, да? Упругость – вот такое явление. Так? Когда родился… Когда родился английский, да, ведь английский ученый? Да. Он английский? Ну, что я могу посоветовать? Ребята, ну, давайте срочно в интернет смотрите. Больше пока что ничего. Та же самая Википедия. Роберт Гук был еще и путешественником, мы его по географии проходили. Ну, давай. Почему мы упомянули Гука-то? Расскажи. В чем его заслуга? Потому что он создал… Он открыл закон упругости. Открыл закон упругости. Да. А как он это сделал? Какие он эксперименты проводил? Ну, то есть, действие-то тебе известно? Ты ведь… Вот смотри, перед тобой целая бумага написана. Да. Я еще составляла табличку. Как он… Как… Ты примеры опытов можешь привести? Как он работал? С чем работал? Он кинул камень. Кинул? Он кинул камень! Кинул камень! Саша, ну ты все… Ну ты же все знаешь. Давай, рассказывай. Почему все? Я не все знаю. Ну, хорошо. То, что знаешь, расскажи. А… Да. Ну… Да-да-да. Я не знаю, что рассказать. Ну, зачитай какие-то основные моменты. Интересно ведь, как он вообще… Как он жил? Открыл-то, открыл-то. Да что я расскажу. Ну, давай готовился же. Ну, Губ был главным помощником Кристофера Рена при восстановлении Лондона после Великого пожара 1666 года. Ага. В сотрудничестве с Реном и самостоятельно построил в качестве архитектора множество зданий. Например, Гринвичскую обсерваторию церковь Веленского прихода. О, какой замечательный деятель. Кристофер Рен. В частности, сотрудничал с Реном в строительстве Лондонского собора Святого Павла, купол которого построен с использованием метода, придуманного Гуком. Так, хорошо, давай ближе к упругости все-таки. Насколько я помню, раньше читал, он как раз с пружинами работал, да, разнообразными. Было такое дело? Да. Да. Он по упругости в 1665 году выпустил книгу под названием «Микрография». Микрография. Это что? А микроорганизм? Содержащую описание ряда исследований с использованием микроскопа и телескопа, а также оригинальных наблюдений в биологии. Ну, он, как и многие, видимо, был разносторонним таким ученым, то он не только на силе упругости сосредоточился. Я вижу, что у нас уже есть звонок. Вот смотрю, я и микроскоп он придумал какой-то свой, и барометр тоже что-то вот у него тут есть. Так. Так, у нас есть звонок. Саша, приветствуй. Привет. Не засыпай. Здравствуйте. Как тебя зовут? Вика. Сколько тебе лет? Одиннадцать. Как дела? Хорошо. Ну и хорошо. Давай ответ на вопрос. 18 июля 1635 года. Это правильный ответ. Ты хочешь приглашение? Посмотрел, посмотрел. Здравствуй, интернет. Посмотрел, да, в интернете. Ты хочешь приглашение или книжку? Я хочу набор... Отлично. Это набор сила упругости, да? Да, да, да. Сила упругости. Хорошо. А что там в наборе есть, тебе известно? Ну и молодец. У нас есть кораблик там, и можно самолет построить. О, тебе очень-очень повезло. Ты выбрала замечательный набор. Я думаю, что... А можно это и другой будет кораблик и лед? Много хороших эмоций в процессе игры с этим наборчиком ты получишь. Не клади, пожалуйста, трубку, куда наш редактор тебе пояснит, куда прийти за этим призом. Так, Марина, может, что-нибудь добавим про Гука-то? Да, давайте добавим про Гука. Значит, ну вот, человек замечательный, да, он был, на самом деле, очень разносторонний человеком, вот, и занимался разными взаимодействиями, в том числе и гравитационными взаимодействиями. Что такое гравитация, знаете? Да, вот мы притягиваемся благодаря гравитации, например, на Луне и Малине. То есть гравитация либо притяжение Земли. Открытия-то он сделал многое. И вот, в частности, первенство даже по большей части присуждают ему в открытии законов всемирного тяготения. То есть математически это описал Ньютон, вот, а вот описательного характера... Экспериментально. Да, экспериментально. Вот подтверждения какие-то. Трактика, то есть, да. Да, то есть он сделал записки-тезис и отправил Ньютону, что вот доведи до ума, соратники, друг мой. Уже что-нибудь скажи. А, то есть они в одно время жили с великим Ньютоном тоже, да? Да, 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 да. То есть это сейчас просто подтверждается вот переписка. Раньше была такая модная научная переписка, переписывать друг другу ученые. И вот открыл-то Ньютон, то есть он математическую запись сделал, а вот предпосылки к этому все-таки сделал Роберт Гук. Роберт Гук – один из засов физики. Да. Ну, кто бы спорил, конечно. Да, да, да. Вот, значит, ну вот закон Гука – это как раз-таки закон, который описывает силу упругости. Как она определяется? Значит, закономерность-то простенькая, формула из трех букв. Все простое. Все просто, в общем. Да, 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 все просто. Значит, конечно же, зависит сила упругости от свойств тела, да? И величина силы упругости зависит от величины прилагаемой нагрузки. То есть насколько мы растянули, настолько большая возникает сила упругости, то есть настолько большая будет ответная реакция. И когда мы прыгаем на батуте, чем с большей силой мы вдавливаем этот батут, прыгаем на батут, да, тем больше энергия запасается, и тем на большую высоту мы подпрыгиваем. То есть эта вся энергия отдается. Согласна? Да. Я вопрос хочу задать. А, пожалуйста. Кому? Слушателям или нашим гостям? Слушателям, но, мне кажется, гостям придется мне помогать. А что? Ну, давай попробуем. Так, внимание. Где в природе используется сила упругости? Ну, в каких предметах, например? Ну, сколько примеров? Парочку? Ну, да, совсем немного. А, можно вопрос? Ну, хорошо, мы уже кое-что говорили, на самом деле. Так, 211-101, вот свои два примера проявления силы упругости. А, можно вопрос? Про батут уже можно не говорить. Что будет, если на батут кинуть мячик? На батут кинуть мячик? Да, и батут мягкий, и мячик мягкий. И что будет? По-моему, мячик не отталкивается от батута. Ну, мячик легкий. Вот почему мы, естественно, что там взрослый дядя, он подпрыгнет выше, чем маленький мальчик. Правильно? Это же зависит от воздействия. Твой вес, он намного меньше, а вес мячика еще меньше. То есть, конечно, будет зависеть от силы, с которым ты его кинешь, но она будет достаточно маленькая. А если теннисный мячик, то он может отпрыгнуть? Он поднимется на небольшую высоту. Ну, то есть, не очень высокого. Какой мячик? От настольного или от большого тенниса? Уточним. От большого. От большого тенниса повыше, чем от теннисного. А мы обычно с другом делаем так. Мы прыгаем на батуте, и между нами сестра. И когда мы оба прыгаем, то она подлетает выше нас. Интересно, как сестра-то не боится. Сестре-сестре хорошо. Саша, как ты думаешь, например, ты прыгаешь на батуте, например, в футболке и в шортах, да? Прыгаешь на батуте. В шортах никогда не прыгаю. Ну, предположим. А если тебе наложить в карманы шорт много-много камней? Ой, мне кажется, это будет больно. Нет, ты будешь по-другому прыгать? Тогда Саша не будет вообще прыгать. Он сядет, скажет, я на такое не подписывался. Нет, я не знаю. Выше будет прыгать? Я не знаю, это камни, это камни. Вдруг они высыпятся? Нет, если масса у Саши станет больше, он выше будет подпрыгивать? Да. От массы зависит? Конечно. Для этого, Саша, чтобы без болезни, выше подпрыгнуть, надо просто вырасти. Вырасти. Ну, что впереди, собственно? Зачем не расти? Так, мы отвлеклись, продолжаем все-таки. Так, продолжаем. Да, вопрос, давайте напомним, 211-101, у нас еще призов много, звоните, примеры силы упругости из жизни. Про батут уже не говорите, уже много раз про него сказали. Ну, что там много чего мы говорили. Родители помогаете, бабушки, дедушки, помогайте своим ребятам. Это самый простой вопрос. Да. Так, ну, давайте здесь какие-нибудь вопросики я вам задам. Вот, раз говорим о твердых телах. Да, 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 и силе упругости. Значит, у твердых тел проявляется вот на фоне всего этого, значит, можно поговорить о следующих свойствах. Хрупкость, твердость и прочность. Вот какие тела хрупкие? Вот мы говорили, что есть пластические, есть упругие. Хрупкие бокалы, стаканы, все стеклянное, керамическое. Фарфор. Это как мама говорит, не лезь сюда, разобьешь. Ага, что-то по посуде пошли решили. Так что еще может быть хрупким? Что может быть хрупким? Видеокамера. Косточка. Видеокамера? Если ее кинуть с девятого этажа. По сравнению с чем? С кирпичом? Более хрупкая, да. Очки. Кирпич более упругий, чем здание. Ты сейчас на что, Сань, намекаешь? Посмотрел на Александра. Да нет, просто очки, они же тоже хрупкие. Не стекло есть. В общем, все стеклянное хрупкое, так? Ну, да. Компьютер хрупкий. Вообще говоря, любое твердое тело, оно упругое, смотря какую нагрузку мы можем внешне прилагать. Просто некоторые тела, такие вот как стекло, они при небольших нагрузках вот уже становятся хрупкими. Вот. И особо у таких тел проявляется на ударную нагрузку. Вот. То есть это мы в течение маленького промежутка времени воздействуем очень большой силой. Вот. И поэтому тело раскалывается. Вот. А раз твердое тело, вот еще вопрос к вам, и мы говорили о том, что когда мы пытаемся растянуть на больших расстояниях у нас, на расстояниях у нас, когда увеличим расстояние между молекулами при растяжении, возникают силы взаимодействия, которые пытаются вернуть обратно. Значит, если мы твердое тело сломаем и пытаемся соединить обратно, почему оно не прилипается? Вот. Мы же прикладываем. Почему не возникают между этими слоями силы притяжения? Миша, как ты думаешь? Еще раз. Попроще. Еще раз. Еще раз. Помедленней. Да, пожалуйста. Мы записываем. Значит, вот если я сейчас все уже... Ладно. Шарик разломаю. То есть вот пластилин, да? Твердое тело. А он был такой идеальный. А вот сейчас еще скатаем. Значит, вот я делаю вот так вот, и хоп, у меня прилипло обратно. Я, конечно, сейчас твердое тело ломать не буду, но если я возьму, например, кусок мела и сломаю и попытаюсь его обратно соединить, он... Да он никак не соединиться. Потому что это уже не одно тело. Не одно тело. А тут уже сейчас было два тела. Палочку, когда я ломала палочку с помощью вот этих вот ворсинок или как там они называются в палочке, она могла ненадолгое время снова стать цельной. Ну, мне кажется, если сломать, например, не знаю, что там, железо или мел, он, наверное, обратно-то не будет. Не будет, конечно. Не будет, конечно. А есть сила у генетического песка упругости просто? Чего-чего? Что ты сказал? Генетический песок. Если его вот так поставить, то он через время же рассыпется. Это как? Какой песок? Генетический песок. Генетический? Что это такое? Это же, знаете, что-то подобие ненютонного жидкости. Этих-то опытов было очень много по поверхности, там, крахмал, да? Месяц в воде крахмал. А, господи, ненавижу эту штуку. Вот. Почему? Наоборот, здорово. И когда мы медленно воздействуем, то у нас текучесть проявляется, а когда резко, то у нас упругие свойства проявляются. Почему? Здесь фактически то же самое. Это или болото, или... Да. Проверяли. Или твёрдое тело, или болото. Да. Проверяли, быстро прыгали на неё и ехали до конца. Я прошу прощения, ещё раз хочу напомнить номер нашего телефона. 211-101. Примеры, пожалуйста, ребят. Примеры. Давайте ещё уклонить один вопрос. Можно я задам вопрос? Ну, давай. А этот вопрос пока отставим. Ну, этот вопрос мы здесь обсуждаем. Я хочу задать вопрос зрителям, может быть. Слушателям, зрителям нашим. Хорошо. Марина Толмачева, задавайте. Так. Вопрос такой, значит, несколько исторический. Значит, вот в 1888 году в парижском цирке Франконе был впервые показан следующий аттракцион. Нет, следующий, это вы мне расскажете какой. Следующий какой? Значит, назывался аттракцион «Человек-бомба». Вот суть этого аттракциона. Расскажите, пожалуйста. Я как знаю. Что это за «Человек-бомба»? Внимание, это нашим слушателям. 211-101. Опишите, пожалуйста, вот этот номер человека. Он взрывался на сцене. Бомба. А мы сделаем сейчас небольшую музыкальную паузу. И, кстати, у нас два вопроса. Вот про «Человек-бомбу» и про примеры. Так что звоните. Угу. Вы справитесь. Угу. Не поймете. We appreciate it. Пусть падают капли, а мы веселимся. Ни капли, ни капли дождя не боимся. Субтитры сделал DimaTorzok Еще раз всем доброе-доброе утро. Программа «Открывашка» продолжается. У нас еще немало времени впереди. У нас есть еще призы. И наши гости, ребята в студии. Соня Занько, Саша Копылевич, Миша Голиков. Давайте еще раз всем скажем доброе утро. Доброе утро. Очень доброе. Напоминаем, что у нас еще два вопроса не отвечены. И вы обязательно должны сейчас позвонить нам и дать на них все-таки правильный ответ. 211-101. Во-первых, цирковой знаменитый номер «Человек-бомба». Опишите, пожалуйста, что это такое. И во-вторых, ну хотя бы парочку-то примеров из жизни, где сила упругости проявляет себя. Так легко ведь, да? А вот, кстати, жвачка, которую мы любим жевать, это тоже сила упругости? Конечно. Жвачка – пенопласт. А в телефоне есть сила упругости? Я понимаю, что если снять вот это и попробовать согнуть, то оно будет чуть-чуть нагнуться. Кстати, я хочу пока этого… Ну, окрома не треснет. Есть какая-то сила упругости? Кто хотел вопрос задать? Нет, я хочу сказать, что жвачку, если провести опыт, попробуйте разогреть жвачку в микроволновке, и вы увидите, что это реально пенопласт, причем очень невкусный. То есть она расплывется? Она расплывется, и она станет белой и очень вкусной, очень гадкой. Жвачка, которая такая нежеваная еще, да? Так, пока мы ждем звонков от наших слушателей, 211-101, хочу к Александру Ирониденко обратиться, чтобы он нам продемонстрировал, как все-таки можно измерить силу упругости. Так, ребят, сейчас мы будем смотреть. Так, ну любое измерение у нас с помощью какого-нибудь прибора происходит, да? Вот у нас тут есть такой прибор, может, что-нибудь, знаете, как он называется? Састерин. Как называется? Я катала его долго. Упругомер. Мой вариант. Как называется прибор для измерения? Линейка с пружинкой. Ага. На весы похоже. Похоже на весы, да. Есть шкала определенная. Вот я сейчас что-то затрудняюсь. А, ньютоны, сила. Так. Да, а вторая шкала не вижу. А вторая не вижу. А вторая не вижу. А вторая не вижу. Здесь просто аналог в граммах. А, в граммах. Граммах, килограммах. Ну, силометр. Силометр. Нет, на самом деле он называется силометр, но, но. Как раньше называли силу? А в чем, не как называли, а в чем измерялась сила? До ньютонов, например. В мужчинах. Да, сила в мужчинах. В мужских. Ваши динных сил. Пять мужских сил, да. Нет, к сожалению. Единицы измерения силы Дины были. Поэтому прибор называется Дина. Да, Дина. Динамометр. 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 Измерение силы. Метр мерить, да. Дина силы. Мерить силы. Я буду катать шарик. Динамометр. Смотря кого зовут Диной. Значит, у нас тут есть упругая пружинка, и мы вешаем груз. Ну, вот тут на грузике у нас написано, что он там 100 грамм, масса его 100 грамм. Тут что-то несколько больше у нас. А нет, 100. Нет, все правильно, 100 грамм. Да. Получится. Вот, то есть мы видим, что при подвешивании груза у нас пружинка растянулась на определенную длину. Вот. Если мы подвесим еще точно такой же грузик, мы увидим, что она растянулась больше. А пластилин еще можно тоже подвесить? Причем растянулась прямо пропорционально. Да, то есть до этого... Соня, можно тебя попросить вот у Саши позаимствовать эту штуку? Пластилин гибнет и не гибнет. Я всегда по придержу немножко ее. Так, продолжаем. То есть мы подвесили грузик, 100 граммов, там 200 граммов было, да? Да, да, да. То есть у нас прямо пропорциональное изменение. Да, да, да. И губ-то с этим как раз таки и работал, да, получается? То есть он увидел, что у нас прямо пропорционально изменяется, и значит коэффициент пропорциональности у нас полностью зависит от свойств пружины, которая у нас вот на этом приборе подвесит. Хорошо. 211-101, что-то... Вроде нормально, у нас все со связью. Ну давайте вот по поводу человека-бомбы-то я предлагаю подсказать. Вот прямо сейчас так хорошо подскажу. Ну давайте раз уж. Давайте. Итак, человек-бомба – это фокус с пушкой. И пушка стреляет снарядом в виде живого человека. Да. В виде. Вот сейчас, наверное, сейчас вспомнили очень много. Вот прямо два варианта ответа. Как вы думаете, человек вылетает оттуда под воздействием взрыва? Очень безопасно. Либо его оттуда пружина выталкивает. Вот давайте уж прямо так поставлю вопрос. Вариант А – пружина. То есть там, предположим, порох взрывается, и человек полетел. Вариант… Либо пружина как-то вот она распрямляется, и человек вылетает из этой пушки. Вариант Б – порох. Вариант В – резинка. Это вопрос был, кстати. Весь 11-11. Впрочем, сопровождалось-то это дымом. Все. Ну, дымом, да. Подумайте. Да, подумайте, хорошо. Там внутрь загружалось что-нибудь. И мы сегодня говорим про пружины, про силу упругости, а не про взрывы, взрывчатые вещества. Так, вы это что-то уже… Давайте поговорим про детонаторы. Очень хорошее дело. Отдельно этим как-нибудь, да, посвятим. Так, продолжаем. Давайте поговорим об использовании… Вот все мы были детьми. Все мы были детьми. К счастью, кто-то до сих пор еще. Да, это к счастью. У меня еще два года. И, значит, очень много было стрелялок. Используем как раз-таки силу упругости. Вот стрелялка моего детства. Это, значит, полуздутый шарик. Вот, значит, зажимаем вот таким вот образом. Значит, есть такое углубление. Если сюда налить водичку или положить предмет, то стреляет очень хорошо. Пластелина, посмотрим. Она далеко улетит. Очень далеко. Примем звонок. А давайте примем звонок. Давайте, давай. Так, тихо, у нас есть звонок. Привет, как тебя зовут? Меня зовут Ульяна. Сколько тебе лет? Мне 11. А ты в какую школу ходишь? В Академ. Окей, а ты на какой вопрос хочешь ответить? Примеры силы упругости в жизни или все-таки вот про человека-бомбу? Человек-бомбу. Ну, хорошо. У тебя пан или пропал? Это все-таки взрыв или это все-таки пружина? Мне кажется, это пружина. Ну, конечно же, это пружина. Простите. Так, тихо, тихо. Конечно же, это пружина. Расскажите, Марин, да. Я тут отвлеклась просто. Внутри хушки установлена пружина. Это пружина, да-да-да. То есть первое изобретение, но было с пружиной. Потом использовалось снова. Да, это правильный ответ, поэтому надо дать приз. Вот приз отдадим. Ты что хочешь, книги или приглашение? Можно приглашение. Хорошо. Куда? Ты в Махнатию, там, музей истории Арктик. А осталось в Батутный парк. Батутный парк не осталось, к сожалению. Но можем тебе предложить, например, в Зуки сходить к котятам. Это не Зуки, это Зоки. Почему все говорят Зуки? Зоки. Можно тогда книжку про принцессу? Про принцессу, отлично. Про принцессу, все, хорошо, не клади трубку. Саша, отложь, пожалуйста, в сторону вот этот шарик. Ну, выстрелили немного. Очень много шума у нас тут получается. Мы совсем немного выстрелили. Так, а, кстати, у Ильяну-то не попросили мы привести примеры. Возможно, она знает. Хорошо, давайте снимаем этот вопрос уже про примеры. Да, что-то никто не... Силы упругости. Мы много уже тут чего в студии наговорили. Давайте следующий вопрос зададим. Есть вопросы еще, Мишка, у тебя? У меня, да. Давай зададим. Почему в кроссовках бегать легче, чем в ботинках обыкновенных? Отлично, отличный тоже пример. Вот пример силы упругости как раз прозвучал. Это я совсем чуть-чуть. 211-101, почему бегать в кроссовках легче, чем в любой другой обуви? Да. В тем же, в тот же ботинках. Так, продолжаем про примеры. Мы тут в детство ударились. Да, продолжаем про примеры. Рогатки? Миш, может, расскажешь? Как делать рогатку? Да. Ну, да, пойди. Хорошо, что только рогаткой сегодня ограничиваемся. Нас бы наказали, если бы мы что-то другое какое-то... Нужно найти ветку, у которой крепкое раздвоение на конце. Рогатина это называется. Рогатка, да. Взять резинку и прикрутить к обоим концам. К краям, да. Да. И можно стрелять. И можно стрелять. Да, но не нужно. Но не нужно. А чем стрелять? Хоть чем. Хоть чем. Да. Вот у тебя там несколько резинок, да, сразу прикреплено. Ну, там, чтобы более упругие свойства были. Да, да. Ну, я в детстве делал, я уже говорил, в рогатке делал из велосипедной камеры. Чего? Велосипедная камера. Ну, у велосипеда. О, неужели у нас звонок? У велосипеда шина, а внутри камера. И она надувается. А как делали из камеры? А как, как? Ну, например, старая неиспользуемая камера, то есть она разрезается на полоски, полоски, то есть все равно получается. А, вот это вместо резины? Да, 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 вместо резины, да. У нас звонок. Давай, приветствуй. Привет. Как тебя зовут? Здравствуйте. Доброе утро. Да, как тебя зовут? Настя. Хорошо, Настя, сколько тебе лет? Одиннадцать. Ты хочешь ответить на вопрос, да? Да. Итак, почему в кроссовках лучше, легче? Потому что они пружинят, и у них подошва состоит из другого материала, не как в кедах, в туфлях. Ну, понятно. Да. Правильно? То есть речь идет, опять же, о том, что он пружинит, то есть амортизирует, да, кроссовки, подошва. Ты что хочешь, книгу или приглашение? Ага. Ты помнишь книги? Нет. Тогда так, тогда нашему редактору, да? Да, тебе редактор. Не клади, пожалуйста, трубку, наш редактор с тобой сейчас пообщается, и у нее есть список наших призов, она тебе подскажет, что ты можешь выбрать. Так, про рогатку все рассказали? Все? Дальше пойдем. Наверное, да? Да. А если, например, вспомнить, ну, как-то военное дело? Ой, давайте поговорим про военное дело. Еще, кстати, в спорте очень много примеров, потом можно еще по спорте все время останется. Да, спорты потом вернемся. Например, лук я хочу рассказать. Про лук хочешь рассказать? Так, и в военном деле же тоже лук использовался. Да, я поняла. Вот, у меня у самой есть лук, и дедушка делает его из дерева, берет, срывает ветку размера, ну, такую, не маленькую, не такой, то есть, вы понимаете, лук, или вот не такой, а побольше. Ну, сколько, метр, полтора? Ну, примерно, да, ну, чтобы стрелять можно было. Ветку он чистит, чтобы было покрасивее, потом натягивает тетиву, или у меня просто... А тетиву из чего натягивается? Он у меня делает, ну, из плотной веревки такой. И потом уже можно стрелять. Ну, подожди, стрелу хотя бы одну нужно сделать. Стрелу хотя бы надо одну сделать, тоже берешь ветку довольно толстенькую. А мне мамой? Делаешь, ну, на конце выемку, чтобы можно было хотя бы удобнее стрелять. Ну, и я, когда мне дедушка ее немного делает поострее, мы ее все равно обматываем изолентой, чтобы никого там на всякий случай не подстрелить. А мне мама из Италии привозила итальянский лук. Не тот, который едят. Не чеснок? Нет. И мы, короче, там есть стрелы, мы их берем, натягиваем и кидаем. У них наконечник тупой, и они попадают, и потом такой синяк остается. С присосками есть еще стрелы. Ну что, вот технология изготовления лука сейчас прозвучала. Самая распространенная, да? Да, да, распространенная самая, да? Да, конечно. Только не изготовление лука, которое у бабушки растет, то примерно изготовление ненормально. А вот меня, например, в детстве всегда заботило, когда я делал лук, чтобы стрелял он подальше. Вот что нужно, чтобы он подальше? Чтобы стрелял подальше, нужно... Ветка, во-первых, гибкая и сухая. Ветку, вот, и, значит, натянуть посильнее, как тетиву. Да, тетиву. У нас один маленький, ветка должна не быть сухой, иначе вы просто ее не натянете, будет вот так вот стрелять еле-еле совсем. Вопрос, вот сейчас у себя гетти, электроружья, там игрушечные с пульками, и как они стреляют? Там просто воздух и все. Там за счет сжатого воздуха. Воздухом выталкивают, да. То есть есть поршень, сжатый воздух, нет. Есть и пружинная, конечно. Вот, а есть работающая на сжатом воздухе. То есть есть поршень, натягиваем, и, значит, потом воздух расширяется, так скажем, поршень толкает и, значит, вылетает. На 15 метров. Интересно. Может, не на 15, может, и больше. Хорошо, про лук как оружие, да, мы поговорили, а вспомните в древности, какие еще штуки использовались? Катапульты. Катапульта. Ну, копье-то не то, что несколько там несил упругости. Тоже носили упругости, да? Катапульта, да. Основанно. Так натягивает и потом. Интересно, как у нас канат. А что, катапульта-то в чем заключалась? То есть там что-то было, что-то типа ковшика, да, такого? Да. То есть сюда помещался груз, значит, натягивалось, да, отпускалось. Канат. Образно говоря, да. Ну, не резинка, конечно. Канат. Да, то есть канат обрабался, да, и выпрямлялась, и дальше по инерции, значит, этот груз. Чтобы взять, например, что-нибудь огненное. Да, не обязательно камень, там же там, зажигательные какие-то, да, зажигательные снаряды были. Да, 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 да. Сначала там все было, когда еще не было зажигательных смесей, на камнях даже элементарно с большой силой Талии разрушали стены крепостные. Ну, если человека поместить в катапульту, он выживет, если его просто вверх кинуть. Ну, слушайте, мне кажется, будет неучезно. Ну, смотри, если он приземлится куда-то мягко, вот, кстати, говоря, вот говорили о полезном применении. Кроме того, что на батутах прыгают, значит, это как и вид спорта, сейчас тоже у нас, да, есть прыжки на батутах, значит, где еще можно это использовать? Например, МЧС, да, пожарники при пожаре с высокого здания, что если нет возможности спуститься вниз, скажем, из окна, внизу натягивают. Что натягивают? Что натягивают? Подсказывайте. Ну? Так, что натягивают? Ну, видели, наверное, по телевизору? Да. Так, еще раз, еще раз. Ну, когда человек выпрыгивает из горящего здания, и его ловят с помощью чего? Вот этот брезент. О! Вот. Без брезента просто палатки идти? Да, 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 то есть на, конечно, достаточно большой высоте, это нужно делать поверхности земли, и натянуть очень-очень хорошо, да, чтобы удар смягчился. Ой, я, кстати, дал подсказку слушателям палатки, так что про палатки не говорить. Хорошо, не будем. Так, еще какие примеры? Так, давайте подумаем. Давайте подумаем, только недолго. А давайте лучше вопрос зададим, чтобы наши слушатели подумали. У кого еще есть вопросы? Саша, у тебя есть вопросы? Где родился Роберт Гуд? О, так мы уже говорили об этом. Роберт Гуд. Нет, там нужно имена. Где? Нет, давай про страну просто. А, про страну? Давай вот страна. Нет, ну страна это не интересно. Нет, 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 давай, вот если страну назовут, это уже будет здорово. Давайте тогда к Зеонуме. Нет, не будем. Давайте про позитивное, да? Так, давайте, в общем, Роберт Гуг, Роберт Гуг, о котором мы недавно говорили, и мы упоминали, где он родился. Страна нас интересует. Откуда? Из какой страны? Сразу подсказку, чтобы быстрее приз забрали. 211 и 101. В Википедии найдите. Ну, вот подсказал. Хорошо, 211 и 101. Давайте к спорту вернемся еще, да? Давайте про спорт, да, поговорим. В спорте очень много примеров можно привести. Тот же лук спортивный. Есть лук, да? Треники! Что? Треники! Причем здесь треники-то? Треники? А вот эта штука, которая растягивается, берешь руки, там, и ручки, и какие-то... Эспандер? Да, наверное, у меня есть дома эспандер. У меня тоже. Такой красный. Да-да-да, то есть там очень... Там пружины, по-моему, там ведь, да? Да. Честно говоря, не видела. То есть, ну вот, то есть, вот, так скажем, эспандер, да? Можно посмотреть? Несколько пружин. Ура, мне дали пружинку. Несколько пружин, которые обладают очень большой жесткостью. Да, и... Вы меня все пугаете. Так, а еще где? Не отвлекайтесь, пожалуйста, не отвлекайтесь. Еще какие виды спорта, конкретные игры? О, есть игрушки такие, куда пальцы засовываешь тоже на пружинку. Масса же игр в спорте. Это сила упругости. Давайте мальчики вспоминаем. Все игры с мячами, это все сила упругости. И футбол, и футбол, и баскетбол. Хоккей тоже, шайба же тоже за счет силы упругости. Вот у нас вот есть тоже такие штучки, есть не для сюрпризов. Мини-хоккей. Да, то есть фактически вот эта клюшка, эта шайба, тут просто стол мягкий, поэтому может не получиться, если вот на твердую поверхность. Кстати, на хоккей много раз проверяли, насколько упругие клюшки. Они постоянно ломаются. Так, ну вот, получилось. Расстреляют, да. Да, да, да. Еще раз напоминаю вопрос, мы ждем вашего ответа. Роберт Гук, ученый. Где родился? Из какой страны ученый? В Википедии в табличке. Давайте так. Ждем, есть у нас еще много призов. Мне кажется, там найдут кто. Так, дальше примеры в спорте. Порищет. Где еще? Где еще встречаются? Так, ну вообще любые прыжки, они в принципе основаны на силе упругости. Да, прыжки с места в длину, прыжки через козла, через коня, то есть там вот это вот мостика отталкивается. А можно сделать сальто? Меня всегда впечатляли прыжки с шестом. Прыжки с шестом, да. Помните, как это выглядит, да? Я не знаю, что это лыжка, и вылетает. Благодаря силе упругости он гнется. Шест сгибается и выпрямляясь, выкидывает человека. А вот горная лыжа, например, когда ты прыгаешь на них, почему они не ломаются? Они слишком упругие для этого. Ну, так и здесь тоже, конечно, да, сила упругости. Прочность. Есть еще такое свойство, как прочность. Вот давайте поговорим о прочности. Значит, какие тела для нас более прочные? Я прочный. Ты прочный. Это дом, стол, стул. Вот в нашем теле есть кости. Они, в принципе, достаточно прочные, но не всегда. Мы иногда ломаются, глядим на руку в гипсе у Саши Копылевича. Ну, слава богу, послезавтра ты сказал, снимаю, больше не попадай. Вот. И на самом деле прочность на характеристики зависит, конечно же, у нас от свойств материала, но еще и от формы. То есть, если мы, например, возьмем лист бумаги и вот таким образом его согнем. То получится штука для того, чтобы с собой отгонять. Ну, у нас, скажем, даже несколько вот так вот упругая. Так, есть у меня какая-нибудь ниточка? Ниточка. Что мы будем делать? Привязывать? Значит, если мы сюда вот так вот повесим груз. Вот. Давайте пружинку. Мы сложили лист бумаги несколько раз, получилась такая полоска. Нет. Сейчас мы продели туда ниточку и вешаем сейчас на эту ниточку груза. Давай еще. То есть, наша задача продемонстрировать то, что сложенный несколько раз лист бумаги, он способен выдерживать в общем-то. Да, ну вот он начал прогибаться. А вот уже прогнулся. Да, начал прогнуться. А пружинку. Как можно увеличить прочностные вот характеристики? Значит, если мы возьмем, сложим его по-другому. Нет, лист тот же самый, только свернем по-другому. Вот мы свернули в виде трубы. Смотрите, и снова груз на ниточке туда продели. Что видим? Не сгибается? Вообще не сгибается. Так, теперь снова подвесим два груза. А давайте еще пружинку. Ну, она легкая. Давай подвесим пружинку. Пружинку. Еще что-нибудь можем подвесить? И можем еще потянуть. Какой? Деревянный буз. Амбрус. Так, о, Александр нам сделал прочную конструкцию. Выдержит все. Даже брусок идет. То есть видим тот же самый листок, только он у нас свернут по-другому. Да, и уже у нас более прочный предмет. А давайте еще пластилид. И в принципе он не зависит от того, что у нас сплошная или полая будет. Поэтому в целях экономии средств, скажем, можно делать не сплошные, а именно полые трубки. Потому что они больше выдерживают. Они у нас тоже трубчатые. Кости трубчатые. В курсе, что трубчатые у нас кости? Да, они не прочные. Нет, не давайте его пружинка. Так, значит, еще, еще демонстрация прочности. То есть вот если у нас есть два брусочка. Саша, отвлекись, пожалуйста, на нас от телефона. У меня, кстати, есть еще одна хорошая идея. Если я положу вот так вот лист бумаги, он уже в принципе прогнулся, да, под тяжестью. Конечно, если я... Лист бумаги на двух брусочках. А здесь что-нибудь, и даже вот маленькую озимую пружину. Ну все, она провалилась. Он провалился. Листу конец. Так, как можно усилить здесь прочность? То есть как я должна... Положить несколько хороших рюкзакций. Что я должна сделать с листом, чтобы здесь он выдержал достаточно большой груз? Можно сверху положить еще на концы. Еще листок? А, на концы, да, может что-нибудь получится. Ну на концы, конечно. Ну это и конечно. И то, и то он выползает оттуда из-под бруса. Несколько листов. Сдвинуть брусочки. Вот. А это интересно. И все равно. Нет, но он прогибается, конечно. Нет, он прогибается, но да. Итак, мы сделали прочно. Ну я так думаю, по крайней мере. У меня есть хорошая идея. Ребят, 211-101, еще раз напоминаю номер нашего телефона. Звоните, где родился, в какой стране. Роберт Гук. Подсказываю еще раз в Википедии, в таблице. Под его портретом. Дата рождения и дальше место рождения. Хорошо. Так, а мы тем не менее сделали прочную конструкцию из этого же листа бумаги. На таком же расстоянии между брусочками. Просто мы свернули гармошкой лист и мы увеличили прочность. Теперь, если посмотрим, даже вот на таких больших грузах. 100-граммовый грузик. Оп, все. Ну, если еще раз пройтись. Расправился. Да, если еще раз пройтись его. Можно мне пружинку? Веер. Держи. А, Миша, ты. Вот, а еще вот такой вопрос, пока там зрители думают. Вот вам еще вопрос. Мы поговорили про прочность. Ну, естественно, что мы рассуждаем с вами на твердых телах, да? Вот. А как определить, какое из двух твердых тел более твердое? Вам вопрос, уважаемые. Так, как определить, какое из двух твердых тел более твердое? Поставить их на весы. Какое тяжелее, то и твердое. Можно проверить. Можно чем проверить? Можно как-нибудь проверить? Можно. Так, можно посгибать вот так, например, не знаю, огурец, помидор, там что-нибудь такое. Или пружинку. Так, осторожнее, сейчас пружина улетит куда-нибудь. Не парантисон. А, нет, не звонок. А, время, время, время. Так, у нас буквально минута остается. Давайте уже карту раскрывать. Итак, значит, если у нас есть два тела, и мы, значит, ну, будем, образом так говоря, простым языком, по трем друг от друга, то тело, которое оставит царапины, более твердое, а на котором останутся царапины, оно, соответственно, менее твердое. Это, конечно, интересно. Понятен принцип? Да, я поняла. Тело, которое оставляет царапины, оно более твердое. Да, я по делаю. Ну, как вы думаете, если потереть друг от друга камень и, ну, не знаю, деревянный какой-нибудь кусок? Мне кажется, деревянный кусок намного мягче. Да, и там останутся царапины от камня. Соответственно, да. От камня. Останутся царапины именно вот на этом деревянном предмете. Время-то у нас пробежало. Закончено. Собственно, уже. Очередная открывашка. Сегодня воскресенье, 2 июля. На этом нам пора ее завершать. К сожалению. Что вынесли сегодня из открывашки, хочу вас спросить. То, что было весело, еще было много всяких. Виды деформаций помните? Нет. Я помню, по-моему, сдвиг. Сдвиг. Сплющий. Итак, вот это как называется? Я не помню. Это растяжение. Растяжение. Сближение. Сдвиг. 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 Вот это. Прогиб. Прилечет. Изгиб. Изгиб. Вот это? Скручивание. Скручивание. ДНК. Кручение. Кручение. Молодцы. Какой ДНК? Обычный. Но, в любом случае, вот мы сегодня упоминали очень много забав, очень много игр, там батут. Еще батут. Рогатка и так далее. Это все, конечно, здорово. Но техника безопасности в первую очередь. Превыше всего. Согласны? Так, Саша. Согласен? Да. Согласен. Я всем согласен. Осторожно нужно пользоваться в любом случае. Всем этим. Итак, спасибо большое нашим гостям. Марина Толмачева, Александр Ирнеденко. Ребята, Соня Занько, Саша Копылевич и Миша Голиков. Всем пока. Удачного всем дня. Открывашка завершается. До свидания. До свидания. Детская познавательная программа «Открывашка». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова